Добрый день, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня я хочу снять видео, как правильно заморозить малину, клубнику, ежевику. Почему я делаю ударение на такую ягоду? Потому что эта ягода очень хрупкая, очень нежная, ее легко можно подавить, легко она деформируется, и после заморозки, если неправильно ее заморозить, может с нее остаться просто каша. Вишня, смородина, еж, легко замораживаются, так как ягода плотная, ее можно замораживать и в пакетиках и с ней ничего не случится. Вот малина, вот ежевика, это уже совсем другое дело, ягода мягкая и сочная. В первую очередь, на что нужно обратить внимание, если вы малину покупаете? Значит, смотрите, продают ее в основном с баночек, чтобы банка была сухая, чтобы сок с малины не потек, целые ягодки. Вот такая вот должна быть малина. Если у вас своя дача, вот я привезла ее с дачи, видите, я банку полную не набирала, чтобы ее не подавить, и за время, пока я ее довезла, с ней практически ничего не случилось. Вот если ягода вот такая сухая, ее легко можно заморозить, и она останется целая и красивая. В общем, замораживать ее лучше сразу в судочках, или же я беру вот такие вот корексы. Вы покупаете печенье, чтобы не тратиться на судочки, можно заморозить в таких корексах. Если у вас позволяет, допустим, ваша морозильная камера оставить ее в судочках, можно заморозить вот так вот и оставить. Если же у вас морозильная камера маленькая, значит, придется заморозить ее сразу в судочках, потом пересыпать в пакет, и она плотно ее можно уложить, и займет она совсем мало места. Значит, вот так вот ее аккуратно прокручивая банку, высыпаете на руку, перебираете, чтобы не было ничего, никаких хвостиков, никакого мусора. Если вы увидели, что где-то ягода подавилась, и уже с нее вытекает сок, сразу ее уберите, потому что другие ягоды вокруг нее просто к ней прилипнут, примерзнут. Обращайте внимание также, чтобы не попались какие-то там паучки. Если бывают ягоды подгнившие, переспевшие, ну вот видите, ягода с каким-то белым пятном, я ее, конечно, лучше уберу. Ну и вот так вот легко раскладывайте, не трамбуйте, чтобы она свободно лежала. Ну, такой корекс у меня влезла литровая баночка. И так вот расставить ее в морозилке до полного замораживания. Так же само, так же само я морожу и клубнику, и вот такую вот ежевику. Пока не замораживаю, потому что это первый урожай, когда пойдет уже массовый сбор, тогда я уже займусь замораживанием ежевики. Вот таким же образом проделываем со всей малиной. Почему банку нужно проворачивать? Она легко высыпается и не давится. Если ее, как я видела, на рынке берут, вот так вот с банки вытряхивают, естественно, она там давится, прессуется и уже малина пускает сок. Так что вот так вот, потихонечку, не спеша и просматривая повреждения, мусор, насекомые. Вот видите, малина сухая, рассыпается. Вот такая малина хорошо замораживается. Вот уже видно, что малина пускает сок. Лучше ее убрать. И теперь ставить ее в морозилку до полного замораживания. Вот в таком виде я ее ставлю замораживать. Конечно, не ставя друг на друга. Просто вот так вот, чтобы она ничем не давилась, замерзла малинка сама по себе. Так, ну вот смотрите, малина замерзла. Видно, что она не слипалась. Каждая ягодка отдельно, друг от дружки. Вот. Теперь ее можно пересыпать в пакетики и сложить в морозилку. Можно, конечно, замораживать в судочках и оставлять в судочках в морозилке, но если вы много замораживаете, это, мне кажется, будет дороговато на всю купить судочки. А так вот, пересыпать теперь в пакеты и будет она лежать прекрасно. И в любое время вы возьмете порцию, которая вам нужна будет на комфорт или на йогурт, на выпечку. Вот. Видите, как она легко рассыпается. Ягодки не деформировались, не слиплись. Так что пользуйтесь таким вот способом заморозки. Так можно заморозить клубнику, ежевику, как я уже говорила, такие нежные ягоды, шелковицу. Те ягоды, которые легко давятся, легко пускают сок и слипаются. Ну, вот, на этом и все. Вот. Пользуйтесь таким методом заморозки. Я думаю, вам понравится. Тем более, что после того, как она растанет, если ее вот так вот выставить и она постоит у вас, растает, она останется почти такой, как вы ее собрали. Она не подавится. Немножко станет мягче. Вот. Но деформироваться очень она не будет. Осталось только ее завязать. Плотно не завязывайте, она ляжет у вас в морозилке, займет свое место. Вот так вот. И много места она не занимает. Я думаю, даже меньше, чем будет она стоять в судочке. Все. На этом я с вами прощаюсь. Если вам нравятся мои видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, задавайте вопросы, отвечу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok